Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сергей Сергеев побывал в кадетской школе в Пятихатках, оценил готовность к новому учебному году и поблагодарил всех, кто помогал в школе делом. Сейчас обо всем подробнее. Анапчане все чаще жалуются на черствость, а нередко и хамство врачей городской больницы. Почему работники лечебного учреждения позволяют себе такое отношение к пациентам? Задал вопрос на общегородском планерном совещании глава курорта. И потребовал от подчиненных разобраться в ситуации и, если необходимо, принять кадровое решение. Не выдерживает критики и работа мусороуборочной компании «Сити Кристалл». Вместо того, чтобы добросовестно выполнять свои обязанности, коммунальщики как будто делают одолжение жителям и гостям курорта. На планерке глава города Сергей Сергеев представил руководителям службы и общественности города своего нового заместителя. Людмила Терещенко будет курировать ведущая для Анапы направление – санаторно-курортный и туристский комплекс. Также новый заместитель будет руководить сферой торговли и общественного питания. О результатах оперативных мероприятий за прошедшую неделю доложил начальник отдела МВД по городу-курорту Андрей Терехин. Почти 4000 литров алкогольной продукции без лицензии разрешения на реализацию изъяли из продажи в магазинах, кафе и у частных лиц. На пляжах и в кафе города и поселка Суково – 800 литров. Из торговых ролетов на Пионерском проспекте – 750 литров. Из закусочных поселка Витязева – 2390 литров. Материалы по всем нарушениям направлены в суд для принятия решения. О необходимости выполнения распоряжений главы курорта напомнила первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая. Военно-исторические объекты должны содержаться в порядке постоянно, а не время от времени к праздникам. На сегодняшний день обследовано 45 памятников и исторических мест, и на каждом необходимо провести небольшой косметический ремонт, работы по благоустройству и озеленению. То же относится и к малым архитектурным форумам, за состоянием которых необходимо следить регулярно. Тему санитарного порядка в Анапе продолжил Сергей Сергеев, подвергнув суровой критике работу коммунальных служб и компаний, занимающихся вывозом мусора и ежедневной уборкой города. Внешний вид урн и состояние плитки возле них – несвоевременный вывоз отходов, грязная набережная и клумбы с засохшими цветами. И это еще не все, на что Сергеев обратил внимание ответственных служб. Скажите, почему в 8.30 мусор не вывезен? Я спрашиваю, почему в 8.30 не вывезен мусор? Есть график, нет? Конечно. Во сколько должны закончить? А почему в 8.30 не закончили? Почему с машины течет с вашей? Почему нет в урнах пакетов? Шкорки арбузные? Почему? Вы анапчанка, нет? Коренная? Вам не стыдно, нет? Вы давно по набережной ходили? Так пройдите, посмотрите, что творится. Я вчера вечером прошел, вечером в 20 часов, и сегодня в 8 утра ничего не поменялось. Позиция «мы это не должны делать или не успеваем» – это халатное отношение к выполнению своих обязанностей и явное неуважение к своему же городу и его жителям. Почему так происходит? – был задан вопрос заместителю мэра Анапа Алексею Харитонову. Нареканий к курируемой замом сфере слишком много. Я вас предупреждаю в присутствии всех. Последний раз объявляю вам устное замечание, прошу его внести в протокол. Следующего раза у вас не будет. Вы на правильном пути. Выходите на улицу вместе со всем управлением. Следующее кадровое решение, то, о котором я вам сказал утром, я приму сегодня до конца дня. На такой вопрос. Вы собираетесь работать или нет? Есть желание у вас? Желание есть. А работать будете или нет? Или, может, я что-то требую такое, что невозможно выполнить и все? Еще один проблемный вопрос, который вынес на всеобщее обсуждение глава – качество медицинского обслуживания в городской больнице. Анапчане жалуются и прежде всего на отношения медперсонала и врачей. Зачастую хамское и пренебрежительное. И это в то время, когда делается все, чтобы поднять престиж профессии врача и оказать всестороннюю поддержку молодым специалистам. Читаю эти жалобы, которые идут на центральную городскую больницу. Почему на Юровскую не пишут? Почему на Гостогаевскую не пишут? Почему на Анапскую только благодарности я получаю? Вот то, что давно со мной работает, они знают. Когда у вас была нищенская зарплата. Сегодня разговоры о зарплате неуместны. Понимаете? Просто неуместны. Губернаторам, властью сделано столько, чтобы врач получал и педагог достойную заработную плату. Но отношения обратного я не вижу. Почему нет предложений? Кадровые решения. Зачем такие люди вообще? Они не имеют права работать с людьми. Если к больному не подходят 2-3 дня, потом 2-3 часа, а потом начинают оправдываться. Замечание прозвучало и в адрес одного из кафе в центре города. Глава города возмутился по поводу качества услуг общепита и эффективности работы контролирующих служб. Сверхъестественных усилий от работников не требуется. Для порядка в городе вполне достаточно ответственного и вдумчивого отношения к своим обязанностям. Руководители сотрудников городских предприятий, а также анавчан, бережно и уважительно относящихся к своему городу. Сергей Сергеев сегодня побывал в Пятихатках, в школе, где 1 сентября должны справиться новоселье кадета Анапы. В течение трех недель в школе трудился настоящий десант из педагогов, родителей и директоров других анапских школ. Каждый внес свой вклад в общее дело подготовки здания к приему детей. Глава курорта от души поблагодарил всех за проделанную работу. Кадетская школа в Пятихатках, по большому счету, центр мироздания. Сияющий светлыми окнами учебный корпус, как белый корабль на берегу, привлекает местных мальчишек своим современным видом, замечательным спортивным стадионом. Мальчишки мечтают учиться в этом учебном заведении. Здесь военная форма, дисциплина, прекрасные классы, отличные преподаватели. Поэтому главе города так важно, чтобы школа была лучшей во всех смыслах. И то, как постелена тротуарная плитка во дворе, Сергееву не понравилось. Чем привлекла кадетская школа ученика из обычной школы, этот вопрос задал Сергей Павлович дежурному, что встречал докладом главу города на входе. Чем отличается эта школа от той школы? Мне с детства всегда я любил военных, любил, как бы, у меня отец сам военный, люблю, как бы, чтобы было все строго. И предложили перейти в кадетскую школу, и я с радостью перешел. Мне нравится. Так от чем отличается? Ну, тем, что военный уклон, строго, вся форма. Дисциплина, да? Дисциплина, да. А форма у нас не нравится? Очень нравится. Четырем директорам городских школ было поручено устранение тех замечаний, что серьезно сдерживали открытие школы к первому сентября. Сегодня они практически сдавали экзамен на хозяйскую сметку. Не ущерб в вашем заведении? Я же к вам приеду. Я знаю, я жду. У нас сутки увеличились, поэтому не ущерб. Стараемся. Нам сказали сделать. Спасибо. Помогли, сколько смогли. Оно на пользу и вам будет. Глава осмотрел столовую, кухню, дорогостоящее оборудование наконец-то на своих местах. Здесь не было вентиляции, она не была даже предусмотрена. Теперь найдено современное решение, чтобы не штробить стен. Но глава заметил, что умывальники стоило бы установить за ширму. С удовольствием он осмотрел учебные классы, в половине из них мультимедийные доски, решен вопросы с электричеством. Но, наслаждаясь современным видом красивой школы, Сергей Павлович задает вопрос профессионалам, который заботит главу давно. Вот вы здесь практически месяц пробыли. Общались. В чем причина, почему эта школа тянет все показатели Анапы в целом вниз? Почему у них появляют такие показатели плохие? Дети-то вон. Нет, дети-то всякие есть. И у вас такие же. И у вас такие же. В чем разница? В чем разница? Это трудно, это нужно вникнуть в учебный процесс. Именно не в дисциплине, да? Нет, нет. Кадры, учебный процесс. Смотреть нужно что-то. Именно перед учебного процесса посмотреть. Ну а вы анализируете, по каким предметам, где они что-то проваливают? Или они все валят? Ну, практически только военно-спортивные вот эти дисциплины, которые там они первые места занимают, потому что у них усиленная физическая подготовка. А вот предметы... Вчера разговаривала с коллективом, молодые, инициативные. Возьмем под контроль новое хорошее здание. Просто в ту часть невозможно было зайти методистам. Сейчас зайдут методисты. Нет, ну то прятаться за секретностью. Нет, и отработаем, и поднимем в школу. Наблюдая за работами на котельной, глава вдруг заговорила о перспективах в образовании вообще, и в частности кадетской школы. Так, ну, на этом останавливаться не надо. Надо намечать план мероприятий. Мы обязательно, наверное, в этом году завершим выбор участка и проектов спектру, и за собственные средства начнем строить детский сад. За собственные, подчеркиваю. Ну, кроме этого, кроме этого, план мероприятий по вот этой школе. Нормальная школа должна быть со спортивным залом. Сергей Павлович познакомился с преподавателями школы. Кто-то из них приехал на Кубань издалека, кто-то уже наработал опыт после института, кто-то несет в массы культуры интернет-общения. Но, в общем и целом, педагоги уже готовы встретить своих учеников в очень уютной и красивой школе. Во всяком случае, она такой общими усилиями получилась. За что глава поблагодарил всех. Ими гордится вся Анапа. Их знают далеко за пределами родного города. Люди, которые ежедневно вносят личный вклад в развитие и процветание места, где трудятся и живут со своими семьями, в нашей рубрике «Твои люди Анапа». Во дворе Веры Семеновны Николиной сегодня много гостей. 90 лет юбилей редкий, и поэтому всеобщее внимание объяснимо. Неслучайные поздравления от президента страны Владимира Путина. Среди долгожителей, отмечающих юбилеи, ветераны войны и работники тыла в первом ряду. Эта закономерность вполне объяснима. Закаленные в суровые годы и приученные с молоду работать много, наши ветераны секрет своего жизненного долголетия видят именно в этом. Работать надо больше. Вы и сейчас продолжаете работать? Конечно, потихоньку. Я и в поле работала, и в Кургом. Я же родилась в Омске. Омская область, Полоградский район, деревня. И там поля, знаете, какие в Сибири у нас. Из родных у Веры Семеновны уже практически никого не осталось. Двоюродная внучка помогает по хозяйству, хотя хозяйка большого подворья очень хорошо управляется совсем и сама. Пример для подражания – это скромная, всегда стройная и деятельная женщина подает во всем. Очень хорошая, бодренькая, несмотря на такую знаменательную дату, которая исполнилась в этом году, не падает духом. Всегда жизнерадостная и силы еще, чтобы еще, конечно, всегда такое оставалось хотелось бы еще долгое время. Какое качество характера у нее какое? Внимательность, доброта, проявлять интерес к людям. Проявляет интерес Вера Семеновна и к людям, и к проблемам города. Поэтому ее пришли поздравить и депутат округа Константин Иванович Пастолиди, и координаторы, и руководители ТОС микрорайона Северный. По большому счету, это и есть для именинницы сейчас ее большая семья. Сердечно поздравляю вас с вашим 90-летним днем рождения. Вам выпала доля жить и трудиться, сложные для нашего Отечества годы. Война, разруха, голод. Но вы с честью преодолели все трудности. Нам поручено передать вам поздравления от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это вам поздравление персональное с вашим юбилеем. Можно я вас готовлю? Можно. Здоровья, мои хорошие. Жизнь всегда имеет смысл. Это, понимаешь, конечно же, не в 20. Но если на этот возраст приходится война, то все последующие годы человек знает, что жить стоит не для себя, а для тех, кто рядом. Поэтому вместе с соседками именинница много сделала для того, чтобы администрация города к детскому парку проявила более пристальный интерес и не позволила превратить его в базарные ряды. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 104. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! В среду 27 августа в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 29,31, ночью до 23 градусов тепла. Ветер переменный северо-восточного и северного направления. 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин